Оставаться дома. Режим самоизоляции продлили. А что делать людям с ограниченными возможностями здоровья и одиноким пенсионерам? Ведь именно они сейчас в особой группе риска, и выходить на улицы им точно не стоит. Волонтеры и социальные службы как нельзя кстати. Добрый день, Елена Николаевна. Здравствуйте, здравствуйте. Вниматься не будем. Да, не будем заниматься. Как ваше самочувствие? Социальные работники продолжают период карантина, оказывать услуги на дому для своих подопечных. Лежачих, больных, одиноких. И, конечно, все они помнят о мерах защиты. Сами пошили? Да, сами пошили. Вот такие повязки. Вот возьмите, пожалуйста. Давайте я вам помогу. Работа не из легких, но, по словам соцработника, это приносит ей удовлетворение. Ведь помимо привычных процедур, люди старшего поколения делятся своим опытом. Оттого рабочие отношения зачастую перерастают в доверительные, чуть ли не родственные. Даже вот говорить не надо. Она все сделала так, как надо. Я ей очень доверяю. На моем попечении 11 человек. У каждого своя программа. На сегодняшний день в условиях таких тяжелых приходится, конечно, немножко тяжеловато. Потому что боятся все-таки пожилые люди. Тем более они подвержены больше заразиться. Вот боятся все. Приходится все меры предосторожности соблюдать. Маски надеваем. Средства дезинфекции рук. Мыло у нас всегда с собой. Лекарства, продукты питания и другие необходимые в быту товары работники приносят дважды в неделю. Также помогают оплатить коммунальные квитанции. И, конечно же, не обходятся без разговора по душам. Ветераны нуждаются в добром слове. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика.